Здравствуйте, суровые морозы понемногу отпускают Хакасию своих цепких лап. На этот раз они проверили на прочность энергетиков. Об этом обязательно поговорим, а еще узнаете, что думают депутаты Хакасии о бюджете республики и как сильно подорожали елки. Но обо всем по порядку и объективно, по факту, чтобы вы могли составить собственное мнение о самых важных событиях недели. С вами Эдуард Иванов. Мы начинаем. Прошедшая неделя подкинула серьезные неприятности жителям Устебаканского района. Энерго-ЧП. Масштабное отключение электроэнергии прямо перед выходными. Остаться без света для людей здесь означает остаться без тепла. Во многих частных домах стоят электрокотлы. Энергетикам пришлось оперативно строить резервную линию, искусственно сдерживать рост нагрузки в сети. То есть подавать энергию порционно. В общем, предпринимать экстренные меры. А стоило бы подойти к проблеме планово, возмущались люди. Весь свой гнев в адрес сетевиков они выплеснули на встрече в Устебаканском районе в понедельник. На ней побывал корреспондент РТС. Напряжение встречи выше, чем в сетях Калинина и Расцвета. Третьи сутки жители в морозы сидят без электричества. А значит, еще и без тепла и воды. В пятницу произошел резкий рост энергопотребления. Например, в небольшом Расцвете оно подскочило в пять раз. Больше 37 мегаватт. Не выдержали автоматы. Защитное оборудование перегорел силовой кабель. Энергетики ведут ремонт. Тем временем люди в домах замерзают. Ломаются системы отопления и бытовая техника. Люди замерзают. Реально замерзают. Я сужу по себе. Да, я живу в старой застройке. У меня есть свет. Но у меня дети живут в новостройках. Они третьи сутки сидят без света. С маленькими детьми. На встречу пригласили представителей Россетей, Атомэнергосбыта, Госкомтарифэнерго, прокуратуры. Много гневных вопросов из зала адресовано энергетикам. На низкое напряжение в сетях жители Усть-Абаканского района жалуются не первый год. Проблему с электричеством объясняют активной застройкой, деятельностью майнеров. Майнерская ферма на каждой улице, сообщил глава сельсовета Иван Сажин. Почему не модернизируют сети? Почему не вычисляют нарушителей? Почему долго не реагировали на жалобы о качестве энергоснабжения? Возмущались люди. Почему не отключены майнинговые фермы? На настоящий момент они отключены? Почему на поселке работает освещение? Нам что, освещение ночью нужно? Нам нужно тепло в домах. Почему не модернизируют сеть? Почему мы должны? У нас не работают. Вы понимаете, что полон электроприборов. О том, что нужно усиливать мощности энергетиков, неоднократно предупреждали и представители сельсовета, и республиканских ведомств. Но рассети не вкладывались в модернизацию. Причем с 2012 года и по всей республике, сказал руководитель Хакасэнерго Николай Шепарев. Сейчас энергетики тянут в районе дополнительную линию. Мы строим фидер. 70% было выстроено нами до морозов. Сегодня, несмотря на морозы, персонал у меня работает полностью. Собрал с территории республики весь персонал. У меня техника есть, персонал есть, материалы есть. Максимально мы хотим за двое суток его построить. Это позволит получить качество. То, что, извиняюсь, десятилетиями не могли сделать, делаем это. Пусть морозы, но сейчас мы это делаем. Представители Атомэнергосбыта заверили, что рассмотрят каждое заявление и примут решение о перерасчете в связи с некачественным энергоснабжением. Глава Хакаси объявил, что за поврежденное имущество люди получат компенсацию. Но только добросовестные абоненты, не превышающие законного энергопотребления. Заявление будет принимать комиссия, созданная на уровне района. Сегодня первая задача, которая стоит перед энергетиками, это устранить все это, перейти на схему, которая позволит стабильно пройти морозы. Мы понимаем сегодня, что за ситуацию ответственные лица должны быть наказаны. Будь то энергетики, будь то руководство органов власти, сегодня правоохранительные органы уже этим занимаются. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура Усть-Абаканского района свои выводы сделала. Результатом проверки стало представление руководителю филиала Россети Сибирь Хакас Энерго. Есть признаки, как минимум, административного дела. Сейчас энергетики перевели Калинина на новую воздушную линию. Они протянули почти 16 километров провода, работали и днем, и ночью. Бороться с майнерами они тоже стали по-настоящему. Выявили полторы сотни адресов, где потребление выше заявленного. Явным нарушителям дистанционно ограничили объемы до тех, что в договоре. Остальным предложили сделать это самостоятельно. Хочется верить, что жителям Калинина больше не придется замерзать в собственных домах. В Усть-Абаканском районе тем временем работает комиссия по оценке материального ущерба. Заявления принимают сельские администрации. Деньги получат те, кому чужие ошибки обошлись слишком дорого. Единовременная матпомощь составляет 10 тысяч рублей. Если энергетический коллапс вывел из строя самое необходимое в доме, то 50 или 100 тысяч рублей. Вероятно, на фоне энергетической аварии в Усть-Абаканском районе жители Хакасии снова подняли тему газификации региона. ММС-вопрос пришел на прямую линию президента России 14 декабря. Он промелькнул на экране во время большой пресс-конференции. Газовая тема, похоже, интересует жителей многих регионов. Похожий вопрос задали жители Ярославской области, а затем журналисты из Приморья. Он спросил, почему газ до сих пор поставляется на Запад через Украину? Почему бы не уделить внимание дружественным странам или регионам России? Владимир Путин заверил, что газификация продолжится. Мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом. Еще раз повторить, 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям. Миллион получили техническую возможность это сделать, и мы будем продолжать эту работу. При этом «Газпром», как надежный партнер, продолжит исполнять свои обязательства по транзитным поставкам газа в Южную Европу. Зачем нам наказывать и Венгрию, и Словакию, задал президент риторический вопрос. На восток наш газ тоже будет поступать. Причем Владимир Путин отметил, что газопровод «Сила Сибири» начал строиться задолго до специальной военной операции. Этого требовали тренды развития мировой экономики. Тут никакой политики нет. Добавлю, что именно с этой тенденцией восточного партнерства связаны надежды жителей сибирских регионов на газификацию. Переговоры с Китаем по строительству «Силы Сибири-2» пока идут непросто. Но в любом случае Красноярск Владимир Путин поручил газифицировать уже к 2028 году. А там и до Хакасии недалеко. Но, конечно, газ стал далеко не главной темой большой пресс-конференции президента. Четыре часа общения с людьми, специальная военная операция и права военнослужащих, будущее новых регионов и наших спортсменов на международной арене, российская экономика в условиях санкций. Десятки тем, от которых зависит наше общее будущее. О нем нужно думать сегодня. А еще ставить перед собой только амбициозные цели и задачи те, что кажутся недостижимыми. Именно это посоветовал Владимир Путин молодежи. Только высокие цели позволяют добиться успеха. И здесь с президентом сложно не согласиться. Конференцию Владимира Путина можно назвать последним значимым событием года. Событием, которое подводит итог всему, чем мы жили в 2023 году. Над чем думали, за что боролись. Впереди 2024, в который мы все входим с общими целями и задачами. Но каждый регион со своими особыми планами, отраженными в собственных бюджетах. Главный документ, по которому Хакасия будет жить в следующем году, Верховный Совет принял в окончательном чтении. И глава Хакасии. Депутаты понимают, что простым предстоящий год не будет. Но социальные обязательства законодательно закреплены. Это заработные платы бюджетников на весь предстоящий год. Это поддержка муниципалитетов и другие финансовые статьи, От которых зависит благополучие жителей региона. В оценках главного документа республики депутаты разошлись, Но остались почти единогласны в главном решении. Бюджет нужно принять. Все социальные обязательства правительства республики Хакасия в бюджете заложены. Все расходы, которые положены муниципальным образованием в виде дотаций, субвенций, субсидий из республиканского бюджета, На сбалансированность муниципальных бюджетов, на бюджетную обеспеченность, они предоставлены. У нас не было никаких оснований голосовать против. Мы его поддержали. Взятие новых дополнительных кредитов подтверждают тот факт, что сегодня у нас бюджет не направлен на наполнение его в будущем. А это говорит о том, что необходимо в целом пересматривать инвестиционную политику в регионе. Голосовал за принятие бюджета, потому что наши поправки, будем говорить, учтены. Мы смогли согласовать увеличение поддержки сельскохозтоваропроизводителей, прямой поддержки сельскохозтоваропроизводителей на 164 миллиона с плюсом. Бюджет закрывает самые необходимые социальные расходы, предусматривает средства на национальную экономику, дороги. То есть на сегодня он сверстан оптимально, дай бог ему исполнение, в 2024 году. Теперь дело за муниципалитетами. Они знают параметры финансирования, которые для них заложены и могут принимать свои бюджеты, чтобы войти в Новый год со своими проектами и планами. Закладывать больше финансов на расходы приходится всем. И республике, и муниципалитетам, и жителям Хакайси дорожают не только продукты, но и новогоднее настроение. От одной до пяти тысяч рублей придется отдать и в этом году за живую елочку. Такой ценник не удивляет, если вспомнить, как подорожали куриные яйца. И все же. Сравним цены на елки. Для этого мы посмотрели сюжеты РТС прошлых лет. В этом году пихты у нас от 600 рублей до 1500. Цена зависит от высоты пихты и от ее качества, от пышности. Сами предприниматели говорят, что цены на елки в Абакане везде примерно одинаковые. Если вы хотите приобрести вот такую трехметровую красавицу, придется выложить 3000 рублей. Но если вы любитель минимализма, такого малыша можно приобрести за 600. Итого, за три года рост цены почти в два раза на самую маленькую елочку. А большая зеленая пышка подорожала больше, чем в три раза. Ощутимо. Но продавцы сегодня заверяют, готовы идти на уступки. Это елочный базар. Мы торгуемся. Это приветствуется. Что нужно сделать, чтобы вы сделали скидку? Ну, быть в хорошем настроении, улыбаться, шутить, ну и разговаривать, общаться. В этом и есть смысл. Тут очень хорошее место, вот церковь, и прям душа радуется здесь работать. Если вы еще не купили елку, попробуйте воспользоваться советом этого продавца. Скидка не помешает. А если все же успели поставить и украсить елочку, ничего страшного. Хорошее настроение уже с вами, и оно бесценно. Артисты театра «Сказка» Нового года ждут с особым трепетом. Завершается капитальный ремонт здания. Он длится второй год. Все это время артисты «Сказки» выступали на чужих сценах, поэтому сейчас очень хотят домой, на родные подмостки. Актеры так соскучились по своему театру, что главный режиссер «Сказки» Андрей Тимофеев в образе Деда Мороза знакомил корреспондента РТС с новшествами сцены. Хорошая сцена. У нас уже была сцена старенькая, старенькая, щелей много, мышки бегали. А сейчас, видите, какая хорошая корабельная доска. А почему такая сцена, которая будет трансформироваться? Какие возможности вам это даст? Это уже фантазия режиссера. Как он поставит спектакль, так и будет. Захотелось, чтобы актер исчез во время действия спектакля. Он будет исчезать, уходить постепенно. Надо, чтобы он поднялся там. Величество на его вознести. Вот он может появляться из ниоткуда. Зрители с таким же нетерпением ждут открытия любимого театра. Осталось недолго. В январе мы вместе с артистами сможем вернуться в нашу сказку. На этом у меня все. Через неделю продолжим размышлять о событиях, которые долго будут оставаться значимыми и станут контекстом будущих новостей. Спокойно, объективно, по факту. С вами был Эдуард Иванов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok